Стратегия и тактика Начинается этот вопрос с полемикой о втором интернационале. Он постоянно возвращается к этой мысли об ошибках второго интернационала. И говорит, что период господства второго интернационала был периодом по преимуществу формирования и обучения пролетарских политических армий в обстановке более или менее мирного развития. Это был период парламентаризма как преимущественной борьбы рабочего класса. Вопросы о великих столкновениях классов, о подготовке пролетариата к революционным схваткам, о путях завоевания диктатуры пролетариата не стояли тогда, как казалось, на очереди. Задача сводилась к тому, чтобы использовать все пути легального развития для формирования и обучения пролетарских армий. Использовать парламентаризм применительно к условиям, при которых пролетариат оставался и должен был, как казалось, оставаться в положении оппозиции. И говорит, что смертный грех второго интернационала состоит не в том, что он проводил в свое время тактику использования парламентских форм борьбы, а в том, что он переоценивал значения этих форм, считая их чуть ли не единственными. А когда настал период открытых революционных схваток и вопрос о внепарламентских формах борьбы стал на первую очередь, партии второго интернационала отвернулись от новых задач, не приняли их. То есть, в каких-то определенных условиях, да, парламентские формы борьбы важны, но когда начинается вопрос о власти, то они уходят на второй план. Гениальные мысли Маркса и Энгельса о тактике и стратегии, замуравленной оппортунистами второго интернационала, были вытащены Лениным на свет Божий именно в этот период. Но Ленин не ограничился восстановлением отдельных тактических положений Маркса и Энгельса. Он их развил дальше и дополнил новыми мыслями и положениями, объединив все это в систему правил и руководящих начал по руководству классовой борьбой пролетариата. Такие брошюры Ленина, как «Что делать?», «Две тактики», «Империализм», «Государство и революция», «Пролетарская революция», «Ренегат Каутский», «Детская болезнь», «Девизны в коммунизме», несомненно, войдут как ценнейший вклад в общую сокровищницу марксизма, в его революционный арсенал, стратегии и тактика ленинизма, есть наука о руководстве революционной борьбой пролетариата. То есть, вот эти работы, которые он тут перечислил в своей лекции, в общем-то, они как бы краеугольные камни всего ленинизма. Вот эти вот, как их посчитать, шесть или семь вещей. Их действительно тому, кто считает, что он хочет постичь, в чем суть марксизма, и понять, как Ленин развивал эти мысли, то действительно надо изучить вот эти вот работы, что делать, две тактики, империализм, государственная революция, пролетарская революция и гадкаутская и детская болезнь «Девизны». Вот, если их изучить, то основы марксизма будут схвачены каждым, кто хочет что-то понять в марксизме. Ну вот, на этом первый вопрос и завершим. Второй вопрос, который стоял в лекции, это этапы революции и стратегия. То есть, как он говорит в этом вопросе, что стратегия есть определение направления главного удара пролетариата на основе данного этапа революции, выработка соответствующего плана расположения революционных сил, то есть расположение сил как главных сил, так и второстепенных резервов, борьба за проведение этого плана на всем протяжении данного этапа революции. Наша революция пережила уже два этапа и вступила после Октябрьского переворота в третий этап. Сообразно с этим менялась и стратегия. И он, значит, вот поэтапно теперь как бы характеризует стратегию вот на этих этапах. Первый этап – это с 1903 года создание партии, и по февраль 1917 года он берет. Здесь стояла цель свалить царизм, ликвидировать полностью пережитки Средневековья, то есть феодализм. Основная сила революции на этом этапе был пролетариат, ближайший резерв – крестьянство. Направление основного удара – изоляция либерально-монархической буржуазии, старающейся овладеть крестьянством и ликвидировать революцию путем соглашения с царизмом. Вот такие особенности этого этапа первого революционного для партии РСДРП и особенностей. Второй этап он рассматривает с марта 1917 года, то есть с решения задачи созвержения царизма, и по октябрь 1917 года, то есть по 7 ноября. Здесь стояла цель – свалить империализм в России и выйти из империалистической войны. Основная сила революции – опять же пролетариат, как и на первом этапе. Ближайший резерв – беднейшее крестьянство. На первом, помните, все крестьянство он брал как резерв, а здесь беднейшее крестьянство. А также пролетариат соседних стран как вероятный резерв. То есть если пролетариат будет как-то волноваться и оказывать помощь, то он тоже может стать резервом. Затянувшаяся война и кризис империализма, как благоприятный момент направления основного удара на этом этапе стратегии, изоляции мелкой буржуазии, мелкобуржуазной демократии, то есть изоляции меньшевиков и эсеров, которые стараются овладеть трудовыми массами крестьянства и кончить революции путем соглашения империализма. План расположения сил – союз пролетариата с беднейшим крестьянством, то есть вот с ближайшим резервом. Третий этап начался он после Октябрьской революции, после Октябрьского переворота, как говорит Сталин. Цель – упрочить диктатуру пролетариата в одной стране, используя ее как опорный пункт для преодоления империализма в всех странах. Революция выходит за рамки одной страны, началась эпоха мировой революции. Основные силы революции – диктатура пролетариата в одной стране, революционные движения пролетариата во всех странах, главные резервы, то есть к первым двум этапам, как видите, добавляется еще пролетариат во всех странах, поскольку решать надо вопрос свержения империализма во всем мире. И главные резервы – это полупролетарские и мелкокрестьянские массы в развитых странах, освободительные движения в колониях и зависимых странах. На прошлой теме мы этот вопрос касались, довольно значительно рассматривали, как пролетариат должен взаимодействовать с освободительным движением. Направление основного удара на этом этапе – изоляция мелкобуржуазной демократии, изоляция партии Второго Интернационала, представляющих основную опору политики соглашения с империализмом. План расположения сил – союз пролетарской революции с освободительным движением колоний и зависимых стран. Здесь, в общем-то, если перевести на язык и на современный этап, потому что этот этап продолжается, но теперь стоит вопрос, что изоляция мелкобуржуазной демократии, она остается, конечно, и изоляция не партии Второго Интернационала, а вот эти партии, еврокоммунисты, которые вроде как и коммунисты, но непонятно, что они собой представляют, далекие от политики диктатуры пролетариата и от политики совершения пролетарской социалистической революции. План расположения сил на этом этапе – союз пролетарской революции с освободительным движением колоний и зависимых стран. Вот что касается второго вопроса об этапах революции и стратегии. Теперь третий вопрос в этой теме стоит так – приливы и отливы движения и тактика. То есть, стратегию рассмотрели, теперь что такое тактика? Если стратегия имеет целью выиграть войну, скажем, с царизмом или с буржуазией на каком-то этапе, довести до конца борьбу с царизмом или буржуазией, то тактика ставит менее существенные цели, ибо она старается выиграть не войну в целом, а те или иные сражения. Ну, это как и у военных примерно то же самое. Выиграть те или иные бои, успешно провести те или иные кампании, те или иные выступления, соответствующие конкретной обстановке в период данного подъема или упадка революции. Тактика есть часть стратегии, ей подчиненная и ее обслуживающая. Вот такое определение дает нам тактики в революционном движении. И продолжает. Тактика меняется в зависимости от приливов и отливов. В то время, как в период первого этапа революции, 1903 по февраль 1917 года, стратегический план оставался без изменения, тактика менялась за это время несколько раз. В период 1903-1905 года тактика партии была наступательная, ибо был прилив революции, движение поднималось в гору, и тактика должна была исходить из этого факта. Ну, а потом, вы помните, были отливы, и так далее. То есть, тактика менялась. В период, и конкретно, вот в период с 1907 по 1912 год, партия была вынуждена перейти на тактику отступления, ибо мы имели тогда упадок революционного движения, отлив революции, и тактика не могла не считаться с этим фактом. Соответственно, с этим изменились и формы борьбы, так же, как и формы организации. То же самое нужно сказать и о втором и третьих этапах революции. То есть, это второй, помните, с февраля по октябрь 1917 года, и третий после октября 1917 года. На протяжении этих этапов тактика менялась в десятки, он говорит, раз, тогда как стратегические планы оставались без изменения. То есть, тактика имеет дело с формами борьбы, с формами организации пролетариата, с их сменой и их сочетанием. Сочетанием, то есть, форм борьбы и организации. Вот что, пожалуй, нужно сказать по третьему вопросу. Так, может быть, в процессе, я смотрю, может, у вас какие-то возникают вопросы, или обсудить что-то по каждому отдельному, или уже потом все вместе будем обсуждать. Все вместе лучше, да? Так, теперь четвертый вопрос. Стратегическое руководство. То есть, в чем заключается стратегическое руководство революции? И начинает рассмотрение этого вопроса с резервов. Какие бывают резервы революции? И называет он два типа резервов. Первый – это прямые резервы. К ним относятся крестьянство и вообще переходные слои своей страны. Второе – пролетариат соседних стран. Третье – революционное движение в колониях и зависимых странах. Четвертое – завоевание и приобретение диктатуры пролетариата, от части которых пролетариат может временно отказаться, оставив за собой перевес сил с тем, чтобы подкупить сильного противника и получить передышку. Это вот прямые резервы. Теперь косвенные он называет резервы революции. Это противоречия и конфликты между непролетарскими классами своей страны, которые могут быть использованы пролетариатам для ослабления противника и усиления своих резервов. То есть конфликты между различными буржуазными группировками и слоями. Второй косвенный резерв – противоречия, конфликты и войны, например, империалистическая война между враждебными пролетарскому государству, буржуазными государствами. То есть когда есть противоречия, их нужно использовать тоже. Использовать, как он говорит, либо в процессе наступления, или при маневрировании в случае вынужденного отступления. Ну, дальше он тут немножко рассказывает, как бы характеризует эти резервы. Не будем на этом останавливаться за неимением времени. И вот дальше, вот оценив резервы, он начинает характеризовать само по себе руководство. В чем его задача стратегического руководства революционным движением? Задача стратегического руководства состоит в том, чтобы правильно использовать все эти вышеупомянутые резервы для достижения основной цели революции на данном этапе ее развития. В чем же состоит правильное такое использование резервов? И он говорит, что в выполнении некоторых необходимых условий, из которых главными условиями нужно следующее. То есть, если правильно использовать резервы, то нужно выполнить некоторые условия, чтобы это достигнуть поставленной цели. И, значит, перечисляет эти условия. Первое условие. Сосредоточение главных сил революции в решающий момент на наиболее уязвимом для противника пункте. Когда революция уже назрела, когда наступление идет на всех парах, когда восстание стучится в дверь, и когда подтягивание резервов к авангарду является решающим условием успеха. То есть, действует авангард, но нужно качественно использовать резервы вот именно в тот момент, в тот решающий момент, который наступил. И он ссылается здесь на Ленина в этом условии. И говорит, что вот что говорит Ленин об этом условии стратегического использования сил революции. И он здесь перечисляет таких пять пунктов. Первый. Никогда не играть с восстанием, а, начиная его, знать твердо, что надо идти до конца. Второе. Необходимо собрать большой перевес сил в решающем месте, в решающий момент, ибо иначе неприятель, обладающий лучшей подготовкой организации, уничтожит повстанцев. Третий пункт. Это раз восстание начато, надо действовать с величайшей решительностью и непременно, безусловно, переходить в наступление. Оборона есть смерть вооруженного восстания. Четвертый пункт. Надо стараться захватить врасплох неприятеля, уловить момент, пока его войска разбросаны. И пятый пункт. Надо добиваться ежедневно, хоть маленьких успехов, поддержания во что бы то ни стало, морального перевеса. Вот первое условие стратегического руководства. Второе условие, которое он указывает в своей лекции. Выбор момента решающего удара. Момента открытия восстания, рассчитанный на то, что кризис дошел до высшей точки, что готовность авангарда биться до конца, готовность резерва поддержать авангард, и максимальная растерянность в рядах противника имеется уже налицо. Вот это второе условие успешного использования, и правильного использования резервов и стратегического руководства. И третье условие. Неуклонное проведение уже принятого курса через все и всякие затруднения и осложнения на пути к цели, необходимое для того, чтобы авангард не терял из виду основной цели борьбы, а массы не сбивались с пути, идя к этой цели и стараясь сплачиваться вокруг авангарда. Ну, тоже он тут немножко еще этот пункт комментирует, но не будем на этом останавливаться. Четвертое условие. Маневрирование резервами, рассчитанное на правильное отступление, когда враг силен, когда отступление неизбежно, когда принять бой навязываемым противником заведомо невыгодно, когда отступление становится при данном соотношении сил единственным средством вывести авангард из-под удара и сохранить за ним резервы. Цель такой стратегии – выиграть время, разложить противника и накопить силы для перехода потом наступления. Образцом такой стратегии можно считать заключение Брестского мира, давшего партии возможность выиграть время, использовать столкновение в лагере империализма, разложить силы противника, сохранить за собой крестьянство и накопить силы для того, чтобы подготовить наступление на Колчака и Деникина. Вот что касается четвертого вопроса – стратегического руководства. Здесь он еще приводит в заключение этого вопроса некоторые тоже мысли Ленина, но мы на этом не будем останавливаться. Теперь тактическое руководство. Чем отличается такое руководство от стратегического и каковы его особенности? По этому поводу он говорит, тактическое руководство – есть часть стратегического руководства, подчиненная задачам и требованиям последнего. Задача тактического руководства состоит в том, чтобы овладеть всеми формами борьбы и организации пролетариата и обеспечить правильное их использование для того, чтобы добиться максимума результатов при данном соотношении сил, необходимого для подготовки стратегического успеха. Ну, раз речь идет о правильном использовании, естественно, встает вопрос, а в чем же состоит правильное использование форм борьбы и организации пролетариата? Потому что тактика включает в себя, как мы выяснили в предыдущих вопросах, это организация пролетариата и формы борьбы. Ну, опять же, он говорит о том, что правильное использование заключается в выполнении некоторых необходимых условий. И, опять же, эти условия называет. Вот первое условие. Выдвижение на первый план тех, именно форм борьбы и организации, которые более всего, соответствую я условиям данного прилива или отлива движения, способны облегчить и обеспечить подвоз масс к революционным позициям, подвод миллионных масс к фронту революции, их размещение на фронте революции. Дело идет не о том, чтобы авангард сознал невозможность сохранения старых порядков и неизбежность их неспровержения. Дело идет в том, чтобы массы, миллионные массы, поняли эту неизбежность и проявили готовность поддержать авангард. Но понять это могут массы лишь путем собственного опыта. Дать миллионным массам возможность распознать на своем собственном опыте неизбежность свержения старой власти, выдвинуть такие способы борьбы и такие формы организации, которые бы облегчили массам на опыте распознать правильность революционных лозунгов в этом задаче. То есть, в процессе тактического руководства нужно помнить о том и обязательно учитывать, что авангард один ничего не сделает. Он будет разгромлен. Нужно, чтобы массы тоже приняли в этом участие и довольно активное участие. Это первое такое важное условие. И вот он приводит здесь довольно обширную по этому поводу цитату Владимира Ильича. Я только часть, очень важная такая интересная цитата, я вам часть ее приведу. С одним авангардом, говорит Ленин, победить нельзя. Бросить один только авангард в решительный бой, пока весь класс, пока широкие массы не заняли позиции либо прямой поддержки авангарда, либо по крайней мере благожелательного нейтралитета по отношению к нему было бы не только глупостью, но и преступлением. А для того, чтобы действительно весь класс, чтобы действительно широкие массы трудящихся и угнетенных капиталом дошли до такой позиции, для этого одной пропаганды, одной агитации мало. Для этого нужен собственный политический опыт этих масс. Таков основной закон всех великих революций. Так, теперь это вот, что касается первого условия успешного тактического руководства революционного движения. Второе условие нахождение в каждый данный момент того особого звена в цепи процессов, ухватившись за которое, можно будет удержать всю цепь и подготовить условия для достижения стратегического успеха. Дело идет о том, чтобы выделить из ряда задач, стоящих перед партией, ту именно очередную задачу, разрешение которой является центральным пунктом и проведение которой обеспечивает успешное разрешение остальных задач. Ну, это вопрос, конечно, неоднократно и Ленину указывался в целом ряде работ, и здесь вот в раскрытии этого вопроса Иосиф Истарионович приводит тоже факты из деятельности Владимира Ильича, из его цитаты. И вот одну коротенькую цитатку тоже Ленина я вам озвучу. «Недостаточно быть революционером и сторонником социализма или коммунистом вообще, говорит Ленин, надо уметь найти в каждый момент то особое звено цепи, за которое надо всеми силами ухватиться, чтобы удержать всю цепь и подготовить прочно переход к следующему звену». Вот что касается тактического руководства, то есть этого вопроса пятого. И шестой заключительный вопрос в этой лекции «Стратегия и тактика» это звучит так «Реформизм и революционизм». Почему такой вопрос стоит и что он означает? Здесь речь идет о том, чтобы показать, чем отличается тактика революционная от тактики реформистской. И Сталин говорит, иные думают, что ленинизм против реформ, против компромиссов и соглашений вообще, то есть он только за революцию. Это совершенно неверно. Большевики знают не меньше, чем всякий другой, что в известном смысле, что при известных условиях реформы вообще, компромиссы и соглашения в частности необходимы и полезны. Но дело состоит в том, что не в реформах или в компромиссах и соглашениях, а в том употреблении, которое делают люди из реформ и соглашений. Для реформиста реформа все, революционная же работа, так себе, для разговора, для отвода глаз. Поэтому реформа при реформистской тактике в условиях существования буржуазной власти неизбежно превращается в орудие укрепления этой власти, в орудие разложения революции. Для революционера же наоборот, главная революционная работа, а не реформа. Для него реформа есть побочный продукт революции. Поэтому реформа при революционной тактике в условиях существования буржуазной власти, естественно превращается в орудие разложения этой власти, в орудие укрепления революции, в опорный пункт для дальнейшего развития революционного движения. Революционер приемлет реформу для того, чтобы использовать ее как зацепку для сочетания легальной работы с работой нелегальной, для того, чтобы использовать ее как прикрытие для усиления нелегальной работы на предмет революционной подготовки масс к свержению буржуазии. Реформист же, наоборот, приемлет реформы для того, чтобы отказаться от всякой нелегальной работы, подорвать дело подготовки масс к революции и почить под сенью дарованной реформы. Вот в этом и суть реформистской тактики. Далее он продолжает, что дело, однако, меняется несколько после свержения империализма при диктатуре пролетариата. То есть, какое же соотношение реформы и революции теперь уже, когда установлена диктатура пролетариата? При известных условиях, при известной обстановке пролетарская власть может оказаться вынужденной сойти временно с пути революционной перестройки существующих порядков на путь постепенного их преобразования, на путь обходных движений, на путь реформ и уступок непролетарским классам, для того, чтобы разложить эти классы, дать революции передышку, собраться силами и подготовить условия для нового наступления. Ну, НЭП, это как раз была такая передышка примерно. Но тут еще он на этом особо не останавливается. Но говорит, реформа исходит в данном случае от пролетарской власти. И она укрепляет пролетарскую власть. Она дает ей необходимую передышку. Она призвана разложить не революцию, а не пролетарские классы. Вот, коротко и по этому заключительному, шестому вопросу соотношения реформизма и революционизма. Более подробно, конечно, можно почитать. Еще, если у кого есть возможность с этой работой ознакомиться. И далее он завершает этот вопрос и лекцию обширной такой цитатой Владимира Ильича Ленина отношения реформ к революции. Ну, я не буду уже задерживать особо ваше внимание. Давайте лучше поговорим, обсудим из того, что мы озвучили, а то, что услышали. Редактор субтитров А.Семкин